Расскажите, почему вы остановились именно на этой композиции, о чем эта песня и как вообще, как она родилась? Вы автор, правильно? Да. Немножко. Выбрали мы эту песню вместе с Константином Меладзе. Мы, когда прошли первый отбор, мы встретились, и он сказал, давайте послушаем все песни, может быть, мы найдем еще какую-то более подходящую. Для конкурса мы послушали весь альбом, так по чуть-чуть послушали, и он говорит, все-таки давайте эту, она самая боевая. В принципе, так и есть, она по атмосфере такая достаточно напористая, хотя бы в этом плане это формат Евровидения. Вы ее писали не специально под конкурс? Нет. Заранее? Мы написали ее для альбома. Это очень свежая песня. Вот буквально вышел клип тоже параллельно с этим всем процессом. На первый взгляд, это песня о конкуренции женщин. Но если копнуть глубже, это просто как бы гимн женской силы, что не стоит вестись на какие-то шаблоны, стереотипы и гнаться за какой-то одной короной, которую нам представляют, что только одна, только победитель может, а все остальные уходят в небытие. Есть у каждой женщины своя корона, она всегда лежит рядом, просто нужно ее сдуть с нее пылинки, взять себя, короновать и спокойно себе гармонично жить. То есть песня, в принципе, об этом, что нужно вспомнить свою именно женскую силу. Мужчины со своей силой сами разберутся, а мы просто не должны себя делать меньше в размерах психологических и давать себе жить на полную грудь. Субтитры создавал DimaTorzok